Давайте о суммах поговорим. О каких суммах вообще речь идет? По большому счету не зарабатываются, а воруются. А где же взять кадры, если вы говорите, что они все такие? Банкер считает, что деньги в банке – деньги банка. Получается, что конкурсный управляющий уже поставлен в положение необходимости воровать. К чему это может привести все? Вот такая позиция, такая политика. Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Момент истины». Я Стас Симонов. И у нас в гостях Сергей Владимирович Василенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вас представить. Это полковник запаса, член Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». И речь у нас сегодня пойдет о санации. Сергей Владимирович, вот в двух словах для людей, несведущих, что такое санация? Санация – это, попросту говоря, спасение. Первые санации в России банков, мы говорим сейчас о банках, начались в 2008 году. А в 2017 году была создана специальная структура, управляющая компанией фонда консолидации банковского сектора. То есть, принятие мер по финансовому оздоровлению, то есть, по спасению финансовой структуры, чтобы сохранить деньги, которые там были вложены то ли вкладчиками, то ли государством, то ли различными предприятиями, у которых там были свои расчетные счета или депозиты. Так, вот в 2008 году это все началось. В 2008 году были первые санации, а в 2017 году Центробанк, Банк России, принял решение подойти к этому системно и профессионально и создали специальную структуру, которая называлась «Управляющая компания фонда консолидации банковского сектора», которая осуществляла временное управление, то есть, отстранялась от управления предыдущее руководство банков и управляли уже профессионалы от Банка России, которые занимались именно оздоровлением. Во-первых, чтобы не ухудшилась ситуация, чтобы дальше не утекали деньги из банка и принимали меры, чтобы в дальнейшем это стала структура, которая может сфункционировать дальше на благо экономики. Так, и сейчас что с ней происходит? Сейчас структура работает. Первый, один из ответственных руководителей Банка России был Василий Анатольевич Познышев, заместитель председателя Банка России. Я думаю, что это была его идея, и он это создавал для того, чтобы можно было уйти от процедур банкротства, которые в свое время проводят агентства по страхованию вкладов. Есть вторая структура СВ, которая занимается банкротством, а эта структура, которая попросту занимается оздоровлением, то есть спасением. Сергей Владимирович, такой вопрос. Вы можете примеры привести положительные и, соответственно, отрицательные? Вот, допустим, если возьмем Бинбанк, вот какая ситуация в нем была? Меня в Бинбанк пригласили работать советником предправления по безопасности. Я отвечал за всю безопасность Бинбанка. Бинбанк – это, на самом деле, огромная структура, целая корпорация, куда входило несколько банков, несколько пенсионных фондов, страховые компании и огромное количество предприятий, которые были там закредитованы, которые, по большому счету, принадлежали, ну, не все, а большая часть принадлежала собственникам того же банка. Начиналось все хорошо и красиво, потом появлялась или чья-то злая умыселение, или неэффективность управления. Примерно на санацию и вообще ущерб по мероприятиям Бинбанка, ну, на мой взгляд, миллиардов 800, не могу сказать точно. Вот, и если все шло бы по плану, который был нарисован Банком России, то деньги бы вернулись, наверное, процентов 70-80-90, а иногда и больше, чем были закредитованы предприятия. В Бинбанк входило много структур, ну, например, там, банк Биндиджитал, это высокотехнологичная структура, но, ну, не новерни, высокотехнологичная структура, но принадлежала она до этого, это назывался банк «Приват Москва», он, по большому счёту, принадлежал Коломойскому Днепропетровскому. Вот его, его Бинбанк выкупил на себя. То есть, это, я к тому, что структура большая, работала, в принципе, по всему миру. Ну, по всему СНГ точно так же. Сейчас какая ситуация там? Бинбанк сейчас объединён с банком открытия, провели ребрединг, и теперь это общий банк открытия. То есть, объединили все активы. Плохие активы, так называемые, были переданы в банк «Траст», была создана специальная структура «Банк Траст», которая объединила в себе все, ну, большинство активов, которые не могут вернуть кредиты, они, как правило, передаются в банк «Траст», в котором уже специальная команда людей занимается их уже не кредитованием предприятия, как банк всё равно существует, всё равно что-то кредитует. Но основная задача этого банка – это эффективное управление предприятиями, которые у него оказались. Вот, к примеру, были короткие примеры компании «Уфалей Никель». Кредит, кредитовская задолженность примерно 18 миллиардов. В процедуре банкротства в течение двух лет продали остаток предприятия миллионов за 800, по-моему, и то ещё до конца не проведено. То есть, это в 20 раз меньше. То есть, рекавери, так называемый, возврат денег, это получился меньше 10%, то есть, 5-7%. Вот вы сказали про Коломойского. Он сейчас имеет влияние на то, что слилось? Нет, конечно, влияние он не имеет. Я думаю, что просто он эту структуру продал, потому как он понимал, что уже в Москве у него деятельности нет. Кстати, там было большое здание, которое этому банку подлежало. Оно не попало никаким образом в продажу. Вот так оно и стоит напротив ресторана «Прага» на Арбате. И, по-моему, одной из его структур до сих пор им подлежит, но это надо проверять. Сергей Владимирович, банки от огромной структуры, это денежный мешок, по большому счёту, комната с деньгами, как угодно. Как зарабатывали на этом, на санации? Приведу несколько... Сначала короткую схему, а потом несколько примеров. Ну, как зарабатывается? Ну, и по большому счёту не зарабатывается, а воруется. Это привыкли говорить, как... Значит, предприятие, которое должно конкретному банку, оно в связи с тем, что не может отдать кредит, на него подаётся в суд на процедуру банкротства. То есть, сначала внешнее управление, потом... Вернее, сначала процесс наблюдения, потом внешнее управление, потом процедура банкротства. Так вот, в этих всех процедурах уже приступает к работе специальный юрист, назначенный судом, ну, который, по большому счёту, всегда назначается конкретным менеджером банка, который за это отвечает. Вот, и в процедуре банкротства уже можно произвести оценку предприятия и его продать. То есть, здесь возникает несколько ситуаций. Первая ситуация. Можно занизить эту оценку, можно эту... После занижения оценки выставить на торги и продать под конкретного интересанта. Вот. И дальше можно привлечь в субсидиарные ответственности бывшего собственника, если не хватает этих денег. А можно забыть про это. Очень часто про это забывают. Ну, например, сейчас идёт процедура банкротства завод «Меркурий». В городе Черкесске находится завод группы «Меркурий», которая второй производитель воды в России по мощностям. Кредиторская задолженность завода была... Группа связанных заявщиков примерно 24 миллиарда. Туда входило несколько различных предприятий. Ну, по моей оценке, больше двух, трёх получить за него будет крайне проблематично. И не факт, что бывших собственников и, самое главное, управленцев, которые управляли этим и довели до этого состояния, привлекут к субсидиарной или уголовной ответственности. Почему? Ну, наверное, чьи-то интересы там пересекаются, или на чью-то поляну, или на чью-то наступить нельзя. Или наши люди, которые должны принимать решения, думают, что не могут это сделать. То есть, ну, как правило, боятся. Сергей Владимирович, кто задействован в этих схемах? Как это всё работает? В этих схемах всегда задействован конкретный заместитель, представитель управления банка и начальник департамента проблемных активов или департамента корпоративного взыскания. То есть, как правило, вот эти люди, потому как они предоставляют... Но это не собственники, да? Нет, нет, конечно, не собственники. Собственники, в принципе, это делали то же самое. Это до санации. Собственник очень часто это делает. Собственник банка. Потому что у нас в стране, я не знаю, как в мире, наверное, примерно везде так же, у нас просто более это гипертрофированно выражено, что банкир считает, что деньги в банке – деньги банка. То есть, иногда даже сами не понимают, что банк – это стены, стены и лицензии, а деньги внутри – это деньги вкладчиков или деньги государства, которые ты, по большому счёту, поставлен для того, чтобы их правильными управлять и не потерять, а ещё и приумножить. Иногда бывает злой умысел, иногда бывает непрофессиональное управление и всё равно ущерб. Ну, если говорить юридическим языком, вина бывает прямая и косвенная, бывает действие и бездействие. Но всё равно это вина, просто это степень наказания разная. Ну, а ущерб примерно одинаковый, что там, что там. Хорошо. Вот банк открытия, он на слуху. Вот с ним какая ситуация? Банк открытия сейчас, на мой взгляд, если отдельно брать от банка Траст, это эффективно функционирующая организация, все активы, которые мешали показателям, просто передали в банк Траст. Но я чётко понимаю, что банк Траст работает под негласным управлением открытия, и большая часть предприятий, которые туда были переданы, не являлась цель их повышения капитализации, рыночной стоимости, эффективного управления, а то, чтобы каким-то менеджерам на этом можно было погреть руки. Ну, и среди всех сонаций ни разу не было такого, чтобы, например, начальник службы безопасности конкретного банка, которого сонирует, например, банк Траст, он остался руководить этой же безопасностью при сонации. То есть, получается, человек, который подписывал документы при выдаче кредитов, он же почему-то и остался при том, что нужно это расследовать и возбуждать уголовные дела. Это что, постоянная схема, так? Нет, это, как правило, все менеджеры отодвигаются от управления. А вот в банке Траст почему-то начальник безопасности остался, и остался руководить именно процессом, ну, один, как стал вице-президентом, первый вице-президентом и остался руководить процессом сонации. Сергей Владимирович, вот такой вопрос у меня к вам. Значит, вот эта вот процедура сонации, помощи государства для частного бизнеса, для оздоровления экономики, вообще она привела к каким-то положительным результатам? Или это все было вот по такому уровню? Нет, я не думаю, что все. Есть конкретные хорошие примеры. Есть менеджеры, которые сумели предприятие довести до, ну, или начать хотя бы, довести до нормального функционирования. Ну, например, примеры приведу. Была компания, вернее, существует еще компания Рустагра. Компания Рустагра находилась в Пензенской области и в Саратовской области небольшой кусочек, 400 тысяч гектар земли. Большая, ну, третья в стране по объему сельскохозяйственная структура, которую выращивала дерновые. Вот один из первых управленцев, который был назначен на управление, Игорь Спадаренко, он примерно собрал около 500 тысяч тонн зерна на этих землях. Вот, и после того, как зерно оказалось на элеваторе, его тут же пригласили, Игорь Николаевич, спасибо, вот вам пять окладов, до свидания. Мы вам решили дать премию. Куда потом делось зерно? Предполагаю, что его просто-напросто продали куда-то в сторону. То есть, по большому счету, есть менеджеры эффективные, есть неэффективные или заинтересованы своим личным интересом больше. Вот сейчас, для примера, это в банке Траст, сейчас, для примера, в этом предприятии осталось 150 тысяч гектар земли, а не 400, и сейчас она прибыль не приносит, а субсидируется банком, чтобы хоть как-то существовал. Ну, в принципе, в процедуре банкротства там субсидий никаких нет, просто-напросто, потихонечку она само себя проедает, и примерно 14 миллиардов, которые на него были потрачены, уже не то, что никогда не вернутся, а 10 процентов, дай бог, больше. А вот есть другая структура, например, компания Ростовская Нима, ее недавно продал, два года назад его продал Московский индустриальный банк, там вот по было 150, примерно, 140 тысяч гектар земли, там несколько элеваторов, портовые элеваторы, там кредиторская задолженность была около 14 миллиардов, продали ее за два, и то я не знаю, поступили ли деньги за это, и там показали, ну, например, по отчету показали, что урожайность 11 центнеров в гектаре, это в Ростовской области. Это много или мало, я просто в этом не понимаю ничего. Я могу сказать, что Краснодарский край примерно это 80 центнеров в гектаре, а в Ростовской области в среднем 60 центнеров в гектаре. Если это неорошаемые поля, где-нибудь там, ну, меньше 30, наверное, не бывает. А там 11. А там в придаже, то есть, оценочная структура, которая оценивала, оценила это, что земля, урожайность земли в этом месте 11 центнеров в гектаре. Возможно, нашли какие-то уловки, но это на самом деле несложно сделать. Например, взять, там есть земли, которые под парами, есть земли, которые там не использовались в этом году все в обороте. И в проблемном, когда началась проблема в предприятии, там что-то не задействовано было. Например, взяли урожай, который получили и поделили на количество гектар всего в этом предприятии. А то, что из него, например, 2 трети не использовалось, то есть, ну, если математически все правильно, а если подходить логически, то логически получилось так, что показали, что урожайность низкая и продали по низкой структуре. Да, понятно. Ну, скажите, вот это такое положение довольно сложное, чудовищное, я бы сказал, но существует везде, оно одинаковое. Это везде идет одинаково, потому что психология у наших, юристов, проблемщиков, которые в дальнейшем проведут процедуру подходства примерно одинаковые, то есть, они работают на себя. Ну, не может конкурсный управляющий, который получает зарплату 30 тысяч рублей, то есть, он назначает на процедуру, он получает 30 тысяч рублей, а ему нужно летать по разным предприятиям, то есть, у него перелеты, там, большое количество судов, большое количество дебиторской задолженности, он же не может за эти деньги работать. Понятно, что по итогу, по закону, он от 3 до 5 процентов получает от реализованного имущества, но если процедура идет 3 года, ему это физически невозможно делать, соответственно, мы понимаем, что он на этом каким-то образом пытается заработать в интересах или своих, или кого-либо из сторонних кредиторов. То есть, получается, что конкурсный управляющий, он уже как бы поставлен в положение необходимости воровать? Да, думаю, да. То есть, это вот как бы везде такая история? Ну, везде. Хорошо. Как вы считаете, возможно как-то оздоровление вот этой санации? Или это просто сама по себе идея безумная и нерабочая? Нет. Почему? Это очень хорошая идея и она точно будет работать. Как говорили, кадр решает все, все дело в кадрах. А где же взять кадр, если вы говорите они все такие? Ну, кадры на самом деле существуют, но их почему-то не всегда замечают, потому что они, как правило, те, которые работают эффективно, они не члены этих команд, которые, я не могу называть, что они преступной группой, чтобы там не получить какие-то судебные иски, а команды, которые работают не на благо, а на своих личных интересах. Давайте о суммах поговорим. О каких суммах вообще речь идет? Суммы огромные, ну, думаю, что в банке ТРАС примерно около 3 триллионов. Примерно так вот. А вообще на все санации, которые происходили, ну, триллионов пять, наверное. Если у нас сейчас бюджет страны, по-моему, около 100, 110 или 100, не помню, сейчас точно нужно посмотреть триллионов, то есть, по большому счету, это 5-10% от бюджета 5-10% от всего бюджета бюджета страны, правда, это разово, а не каждый год, но все равно сумма огромная, и у нас, ну, скажем так, если сейчас, чтобы построить школу, необходимо там на тысячу мест полтора миллиарда, то, а мы говорим о, вот если взять полтора триллиона, то это тысяча школ, да, вот, это полтора, не по четыре, да, вот. Сергей Владимирович, куда выводятся эти деньги, они куда деваются вообще? Деньги, которые попадают на счет предприятия, ну, которое, ну, подконтрольное конкретно физическому лицу, абсолютно не проблема заключить какой-нибудь контракт, и, ну, в принципе, если у них оказались деньги какие-то, их уже закупается, имущество закупается, особняки, ну, сейчас уже особняки не покупаются ни в Лондоне, ни в Ницце, потому что, наконец-то, она нахватила ума, что все равно их там отберут, то есть, они тут воруют, а там у них это отбирают. Ну, да, смешно. Хорошо, как вы считаете, к чему это может привести все? Вот такая позиция, такая политика. Ну, пока у нас хорошее состояние там платежного баланса экономики, там у нас там хорошая нефть, газ, там хорошо работает военно-промышленный сектор, то есть, мы это, эти потери компенсируем героическим трудом других людей и... Газовиков, нефтянников. Да, газовиков, нефтянников, там, заводов, у нас, слава богу, сейчас заводы хорошо различные работают и высокотехнологичные, транспортная структура, но, когда денег совсем не станет, получится просто-напросто у нас будет дефицит, очень сильный дефицит бюджета, сейчас, слава богу, пока, насколько я понимаю, профицитно. Так, ну, вот такое положение в банковской и в промышленной сфере, то, что мы с вами услышали, конечно, печально все. Итак, это был момент истины, у нас в гостях был Сергей Владимирович Василенко, полковник запаса Альфийц, вас так можно назвать? Ну, лучше называть Альфа. Альфа, да, ну, может быть, я неправильно сформулировал. Друзья, ваше мнение хотелось бы увидеть в комментариях, как вы считаете, сталкивались вы с этой проблемой и, может быть, у вас есть какие-то соображения, что нужно сделать в такой ситуации, ну, или, может быть, примеры конкретные. Хотелось бы это все увидеть в ваших комментариях. Момент истины. Я Стат Симонов, Сергей Владимирович Василенко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова